В семье Лихнович семеро детей. Самому старшему 15 лет. Младшей недавно исполнился год. Мария Николаевна, мама большого семейства, признается, за детьми нужен постоянный контроль. Глаз-то глаз за этими детками. Этот вот особенный сейчас вот шустрик мой. Возьмёт стул, машины, автобусы ездят под окнами и лезет в окошко, становится коленками на батарею и смотрит в окошко. Женщина рассказывает, в тот страшный день, когда в Бресте из окна восьмого этажа выпал ребёнок, они с мужем случайно оказались на месте трагедии. Пытались оказать малышу первую помощь. Мария Николаевна до сих пор не может вспоминать об этом спокойно. Говорит, пережила настоящий шок. Я пошла вперёд, а мой муж остался сзади. И вот буквально он два или три шага отошёл и говорит, что-то как будто то ли мусорный пакет, то ли что-то, хлопок был. Поворачиваюсь, ребёнок лежит. Вот начал вот, смотрю, что он начинает глаза закатывать, он начал ему искусственное дыхание делать, всё такое. Но скорая быстро очень приехала. Мы были в шоке. Он пришёл, его аж всё трясло. Опасения о том, что окна могут таить такую опасность, были и раньше. Но после пережитого, говорит многодетная мама, волнений за детей прибавилось в разы. Мария Николаевна благодарна визитёрам за проявленное внимание. Для бюджета большой семьи покупка таких блокирующих устройств на все окна – существенная статья расходов. Благодаря акции удалось сделать квартиру Олехнович безопаснее. Теперь ключи у хозяйки дома есть не только от дверных замков. Сегодня мы выбрали именно эту семью, чтобы показать, что есть возможность, несмотря на то, что основная проблема, основная задача – это недосмотр родителей, старших, бабушек, дедушек. Но вместе с тем можно ещё принять какие-то превентивные меры для того, чтобы даже когда ребёнок к окну подойдёт, чтобы не случилась трагедия, которая может быть. Мы купили для Тасимина все окна, запорные устройства. Показываем, как они устанавливаются, установим их и будем считать, что практически, наверное, уверенность какая-то будет, что эти лялечки чаровательные с окна не выпадут. К слову, на некоторых окнах были установлены не запорные устройства, а специальные ручки с замками. Приобрести и установить подобные можно в любой момент, не только в период ремонта. Функции те же – открывать и закрывать. Но есть особенность – при необходимости без ключа этого не сделать. Оконная ручка с замком принципиально практически ничем не отличается от обычной оконной ручки. Главное принципиальное отличие – это является замок-блокиратор. Вот в обычном положении видим, что ручка работает обычно как ручка. Всё, вращаем по оси её. В принципе, работа в чём, что когда нажимаем данную кнопку «блокиратор», ручку провернуть практически невозможно. Установить блокирующее устройство, поставить с замками ручки или на крайний случай и вовсе временно снять последнее – вариантов страховки немало. И ещё один важный момент. Некоторые родители уверены – москитные сетки – надёжная защита. Это не так. Сегодня следователи проверяют технические характеристики производимых и имеющихся в продаже сеток, а также изучают возможность их укрепления. Но представители комитета особо подчёркивают – дети должны быть под присмотром взрослых. Это пусть и не единственная, но главная мера защиты. Сегодня обращаюсь ко всем – папы, мамы, братья, сёстры, бабушки, дедушки. Смотрите за детьми. Маленькие детки, они гиперактивны. Они очень хотят, они хотят знать мир, знать, что происходит за окном. Поэтому беспечны. Будьте внимательны, следите за своими детками.